Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Аминь. Номер 398. Событие дня. Евреям 9.27. Человекам положено однажды умереть, а потом суд. За 13 января 2017 года. Вчера мне скинули вот такой материал. Тысячи мусульман обращаются к христианству из-за роста радикального исламского фундаментализма. Это Москва. 13 января 2017 года. И вот они одеты в белые одежды. Тут сделана купель, отгорожена прямо при реке. Ну сколько тут, не тысячи, конечно. Считаю. На Ближнем Востоке зафиксирован рост обращений мусульман к христианству. Людей толкают на смену религии радикальный исламский фундаментализм, который расцвел в регионе, сообщает Целегра ТВ. Как сообщает Christian Post и канадская радиовещательная компания Voice of the Martyrs, несмотря на исход христианского поселения из Ирака и Сирии из-за терроризма, многие тысячи мусульман обращаются в христианство. Кавычки открыты. Мы работаем в постоянном контакте с местными радиостанциями в Ираке и общаемся со множеством людей, живущих в странах Ближнего Востока. И слушатели постоянно сообщают нам о случаях обращения христианства. Как своего, так и своих соседей и родственников, сообщил представитель канадской радиовещательной компании Voice of the Martyrs, то есть голос мучеников. Численность христиан в Иране, по подсчету Минсидерской группы Илам Министрес, достигает уже не менее 360 тысяч человек. Ожидается, что в ближайшие несколько лет численность верующих во Христа достигнет нескольких миллионов. Настолько велик духовный голод на фоне краха и иллюзий в результате кровавого правления радикального исламского режима, сообщил представитель миссии Илла Министерс. Игла. Обращение христианства это даже вовсе не означает обращение ко Христу, как искупителю, и единственному спасителю от грехов и дарующему Дух Святой, который наставит на всякую правду. Только уверование именно в того Мессию, который взял на себя грех мира и твой лично грех, и что Он умер именно за тебя и освободил тебя от грехов через твое личное принятие Иисуса, как Господа и Бога, и жизнь по Евангелию, ничто другое не даст положительного результата на страшном суде Божием. Вот и ответ. А то тысячи там веровали христианство. Ты встречся с ними, поговори, какие причины, там крыс от туркменов, там расах узбеков, там еще и нету. Они никогда мусульманами-то не были. А настоящие мусульмане, которые воюют там, почему не один? Не один, не тысячи, а не один не переходят. А бегут и бегут из всех стран туда. Речь идет уже не о двух-трех десятках тысяч, а миллионы. Владислав Марыщак, низкий поклон, благодарю за ваши молитвы, за меня грешного, спаси Христос. А это вот в личном, я не знаю, как это, почему такая вот здесь расстановка букв не вмещается на нашем форуме, когда в личку пишут. Что тут надо было сделать? Ну не надо, наверное, ладно, пускай. Ну так вот видно. Ну давай. Так, без жертвы не может быть прощения. Хаперский. Доброе время суток. Удивительно, мне 31 год. Я больше 10 лет самостоятельно изучаю богословие. Но о вас не слыхал. Сам не являюсь православным. Вне конфессии. Пишу книгу о сатириологии и теодиции. В письмах апостола Павла, в которые стараюсь ничего не утверждать, но предполагать. Предлагать. Вам, конечно, не понравилось то, что я не православный. Вы, наверное, думаете, что вот очередной выскочка. Сектант. Пусть так. Но хочу заметить, что мне интересно вас слушать. Слушая через YouTube. Попал на вас совершенно случайно, набрав в YouTube запрос на лютеранство. Как мог пока разрекламировал то, что нашел. Евангелие.ру форум. Вы намного дольше мне занимаетесь богословием. При этом, обладая живым умом, отсюда есть желание вам задать вопрос, на который, возможно, у вас и не будет времени ответить. Но я все-таки попробую. Замечу, что я ни на чем не настаиваю, так как сам недостаточно обдумал этот вопрос. Но просто интересуюсь вашим мнением. Вы неоднократно говорили и писали, что Бог, без жертвы Христа, не смогу простить никому ни одного греха, не нарушив тем самым свои справедливости. Я понимаю, что такой вывод можно сделать, исходя из такого умозаключения. Раз мы точно знаем, что Бог простил людям грехи благодаря жертве Христа, то из этого следует, что никак иначе он эти грехи простить не мог. Это умозаключение можно принять, однако, как кажется, оно не является абсолютно неопровержимым. Ведь, согласно Павлу, вера в крест является безумием, а следовательно, из этой веры, вероятно, и нельзя выводить никаких умозаключений. Я имею в виду то, что, возможно, Бог мы и без креста простить грехи, но не сделал этого. Нам это может казаться безумием, но Павел безумием крест и назвал. Однако, возможно, у вас есть еще другие доводы в пользу того, что Бог не смог бы прощать грехи без жертвы, принесенной Крестом. Спасибо. Так, отведаем события дня 14 января на нашем видеоканале, то есть сегодня. Вот сегодня, что я говорю? Вот человек говорит, я думаю, конфессии, повторяю, конфессии, динаминации, это сатана прикрыл слово ересь, еретики, ересь. Никаких динаминаций Бог не основывал, это сатана все сделал. Ну, ты что понимать? Ну, если есть, покажите где. Какие динаминации? Какие конфессии? Слова-то какие-то? Нет таких слов, даже в помине их не было никогда, 2000 лет их никто не знал. Теперь, крест не является безумием. Где он называется, крест безумием? Проповедь о Христе, то есть о страдании, язычники считали безумием. Язычники. У них, как, елены ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Какие божества, Кронос, вот как он все делает, Асклипий, какой бог, Венера, Аполлон бежит за Венерой, а она превращается в пену морскую и прочее. Ну, так это интересно. Ну, греки, они такие остались, какие были. Мы вот проехали всю Европу, более неверующих, чем греков не встречали. Такие же и остались, гречанки. Шумливые, как цыганский табор какой. Вот здесь я хочу сказать более. Если бы можно было простить, а что особенно, когда мы узнаем о прощении? Когда Адам нарушил заповедь. В день, в который вкусишь, смертью умрешь. А зачем тогда такое дерево было там, если вкусишь и умрешь? Если бы его не было, Адам бы стал просить. Так объясняет Василий Великий. А как? На чем я могу показать свою верность? Мне хочется доказать, что верен. Ну, ладно, вкусил. Что особенного-то? Взял бы Бог да просил. Ну, понимаем, наказание, высшая мера наказания. И даже люди протестуют, мораторий накладывают. Пожизненно, но только не казнить. Он убил тысячу человек. Не казнить. Мораторий наложили. А как? А если против человечности, то срок давности не действует. Вот сегодня нашли бы живой Гитлер, то казнили бы. Нашли бы Геринга, Мюллера, Гиммлера, казнили бы. Что это за выбор такой? Что за грех? А это всего лишь плод вкусили. И умерло не два человека, не три, а сто миллиардов. Что тут непонятно-то? Возмездие за грех – смерть. Римлянам 6, 23. Смерть. Но если не смерть, а прощение – это не свойство Божие. Возмездие за грех – смерть. Когда Бог творил мир, дал это древо, оно ничем не обладало, никакого знания не давало. Оно называлось так. Знание одно – слушаться Бога хорошо, не слушаться плохо. Все. Крошка сын сказал отцу, попросил сказать, что такое хорошо, что такое плохо. И вот ему крошке сыну, Адаму Бог объяснил. Не прикасайся. Это он уже Еве говорит. Очевидно, она потянулась, и он добавил даже. Не только не вкушай, но не прикасайся. Хорошо человеку не касаться. Павел далее это будет говорить. Так что спорить здесь и адвесея, и прочее. Зачем это все выдумывать? Бог это сказал. Все. Грех ужасен. Ужасные последствия. И вот он вкусил только. И в это время, я пишу стихотворение одно, уже зубы другие стали у тигра. Хищники появились, а они не были хищниками. У него желудок, все изменилось. Теперь они будут плотоядными. Рыба плескалась, играла. Вся рыба в морях, в океанах, она сделалась мертвой. Все. Смерть вошла везде, во всю вселенную. Мы не понимаем последствий греха. А зачем Богу эту игру было устраивать? Это свойство Божие. Но и тогда жертва Христова, если бы было тысячу вселенных, и в миллион крат больше грешников, а одной жертвой Христа достаточно, чтобы искупить всех. Павел об этом говорит. Достаточно. Превозмогает. И рассуждать даже не о чем. Что тут писать? Я об этом просто сказал, а примите и не примите. Тут много сейчас сегодня написали мне. Это вот у меня, я люблю мой мир, в моем мире. Вот просто я в шапке стою. Есть другой. Игнатий Лапкин, найдите. Вот здесь вверху к истине написано. Это где почта. Заходите. Вот хотелось узнать сегодня, все или нет принял. Так. Видите как вот. Пять я поставил роликов, я не всем. Теперь у меня перенесенные сюда. Потрудился один добрый человек. Опять система заработала. Второе. Это у нас форум. Православный форум. 1602 темы. Здесь самое главное, когда зайдете, нужно нажимать новое сообщение, чтобы выйти на первую страницу. И вот здесь вот справа общий поиск. Вот его видать справа. Под этой бордовой чертой. Вот здесь. Рамочка выскочит. Зарядите, что вам нужно. Теперь вопрос ко всем. Вот здесь. Новые люди, которые приходят. Кто такой вот здесь вот написано? Мари Си. Ну нет, я убрал уже. Нету. Каждый день это роботы. Обычно от 25 до 36 лет называются. Ну и разу. Штат какой? Москва. Страна какая? Конго. То есть атакуют все это. Роботы заходят. Но не меньше 10 человек каждый день. И у нас очень хорошее здесь препятствие. Сергей Козлов когда-то сделал. У меня в день штук по 50 роботов заходило. Зачем? Никто не может ответить. Зачем? Их накопилось у меня около 2000 наверное. 1700 примерно. Я тут 3 дня бился. Пока всех их оттуда выковырял. Убрал. Затер. Назад опять лезут и лезут. И он как-то сумел сделать. Не было. Не было. Года 2 или 3. Но вот уже неделю опять прорвались. Я целыми днями убираю. Как сделать? Какие препятствия? Ну тут стоит. Какие-то надо занести. Пароль сказать, произнести. Они еще не делают это. Они прорываются. И какие только не делали преграды. Они прорываются. Дальше. Зачем они это делают? Кто это делает? Если кто-то понимает мне. Ну попытайтесь ответить. Сказать. Вот. И дальше у нас есть еще православный видеоканал. Вот сегодня я поставил 5 роликов. Сейчас посмотрю. Я ночью ставлю в 2 часа с чем-то. Тут посещение было сколько? Вот 89. Ну 122 даже события дня. Вот оно кто. Это наш епископ оказался тут. А это Максим Степаненко. Это система делает фотографии. Это не я делаю. Я не умею делать и не знаю. Но само раз там где-то встречается, она ее выкидывает. Дальше. Ну вот и все. Поэтому. Поэтому переходим на самый большой наш ресурс. Православный библейский сайт. Тут 55 папок, 55 тем, по которым я даю ответы. Ну сейчас мы разбираем житие. Посмотрим, что именно. Добавлять будем. Вот так. Так, подождите. А какой вы вопрос выбрали-то? Который не было еще. Не доходили еще. Не доходили. Вот ты меня сбил. Теперь надо по-новому. Ну мы это читали. Про бороду, вот. Ерехон, там борода, вот стихотворение. Нет, не было. Не было этого. Я новое тут взял. Вот говорит. Не вери гласеницы, не носил никогда. Кто нас оскорбит, оскорбит словом или делом, говорит. Это настоящая вереница. Ну давай мы войдем туда назад. Ну вот назад нажмите. Давай мы возьмем назад. Сейчас посмотрим. Какой вы взяли? Ну какой, вот эту я взял. Это мы читали все. Вот, ниже. Надо какой? Вот этот вот? Да. О-о-о-о. Думаю, ладно. Чтобы вы считали. Я думаю, поэтому посмотрел. Ну вот теперь посмотрим, что у нас тут есть. Открываем вордовскую страницу. Ctrl-L вставляем. Активируем. И на 20-й шрифт размер переводим. Давай. Вопрос 3252. Восемнадцатый том открытым оком. На основании чего вы утверждаете, что многие в житиях и многие жития выдуманы? Ответ. На основании Библии и на внутреннем восприятии при сравнении с жизнью библейских святых. Теперь о том открыто пишут в церковной печати. Кавычки открыты. Акты мучеников. Латинское акта «мортирун». Или акты святых. Наименование сборников древнейших известий о мучениках. Различаются два типа подобных актов. Первый тип представлен официальным судебными протоколами тех процессов, которые велись римскими властями подпротив христиан. Такого рода протоколам, дошедшим, естественно, в позднейших списках, относятся акты процесса против Киприана, епископа Карфагенского, и его казни 14 сентября 258 года. Эти протоколы были составлены канцелярией проконсула Африки. Фрагменты такого рода протоколов могут сохраняться и в позднейших предработках житей мучеников. Таковы, например, акты скилийских мучеников и акты сенатора Аполлония. Другой тип мученических актов – это записи очевидцев-христиан, стремившихся сохранить для церкви достоверное описание страданий и победы подвижника. Такие акты носят наименование «мученичество» от латинского «passio». Древнейшим памятником этого рода является мученичество святого Поликарпа Насмирского, умер в 156 году, сделавшись образцом для всей древнехристианской литературы мученичества. К этому же типу относятся мученичество святого Иустина Философа, умер около 165 года, мученичество святого Перепиту и Фелицитаты, умерли в 202 году, мученичество святого великомученика Прокопия, пострадавшего при Диоклетиане в 303 году, акты персидских мучеников, пострадавших во время гонений 4-5 веков. Собирание актов мучеников начинается еще в период гонений. Согласно древнему, хотя и недостоверному преданию, святой Климент поставил в Риме семерых нотариев, которые должны были собирать мученические акты, идущие от разных христианских общин. После прекращения гонений, собирание свидетельств о мучениках приобретает постоянный и целенаправленный характер. Появляется собрание таких актов. Сюда относятся прежде всего собрание древних мученичств. Евсевия Кисарийского, умер в 339 году, которое до нас не дошло. И история палестинских мучеников, сохранившаяся в сирийском переводе. Оба этих памятника составили основу церковной истории Евсевия, одного из важнейших источников для ранней истории христианства. В многочисленных последующих переработках этот материал вошел затем в Минеи, в Месяцы Словы и Синаксарии. На этой почве развились различные типы агеографических повествований с определенными структурными схемами, отбором деталей и содержательными клише. Процесс собирания и переработки актов святых создал основу и для появления многочисленных вымышленных или полувымышленных актов, отражавших религиозно-культурные представления соответствующих эпох. Подлинные древние акты украшались рассказами о чудесах и видениях, которые постепенно, естественно, не могли быть частью подлинных судебных протоколов. В такого рода литературных обработках часто прослеживается фольклорный материал, представляющий интерес для социально-культурной истории. Ряд актов содержит настолько явные элементы вымысла, что побуждает сомневаться в самом существовании соответствующих святых. Таковы, например, мученичества святого Екатерины Александрийской или святого Георгия Победоносца. Испытывая влияние литературного процесса как такового, литература актов святых может включать в себя переработки чисто литературных источников. Примером может служить повесть о Варламе и Иосафе, основанное на легендах об Уде или житии Альбана, перерабатывающие миф об Эпиде. Интересно, что католики деканонизировали, убрали из святых Николу Чудотворца и Георгия Победоносца. Столько там накручено. Если бы вот так вот стали смотреть, Серафима Саровского оба даже дня в святых не держали. Ну, жития Павла и Петра вместе в 16 стране. Серафим Саровский 51. Или Александра Невского. Вот умер он. Маленькая-маленькая брошюрка. Проходит 5 лет книжку уже написали. Проходит 150 лет. 14 книг уже написано. Ну, откуда берут-то? В этой части литература актов святых представляет интерес не столько для церковной истории, сколько для агеографии. То есть агеография, это описание жития святых. То есть изучение литературных приемов структурных схем и общих мест житийной литературы. То есть схема определенных порядок, как писать, что добавлять, какие жития, они оттуда ничего нету. А все прямая речь, двоеточие. Это Мюнхгаузен в рестах писали. Уже в древнейших актах мучеников может быть прослежена их связь с евангельскими повествованиями о страстях Христовых. Поскольку мученики выступают, как идущие вслед за Христом, повторяющие его страдания, его победу над смертью, отдельные части мученических актов, в особенности часто молитва перед кончиной, видение Христа и Царствия Небесного, находят прямые соответствия с Священописанием. Это же относится и к иконографии мучеников. Это взаимодействие Святого Писания и актов мучеников служит основой для появления апокрифических повествований, в которых новозаветные события излагаются по образцам актов. К какого рода апокрифам относятся прежде всего акты Пилата, упоминаемые уже Иустином философом, умершим в 165 году, и дошедшие до нас в составе апокрифического Никодимова Евангелия. В этих актах сделана попытка реконструировать процесс Христа. Сходный характер имеют апокрифические акты мученичества отдельных апостолов. Акты апостола Павла, акты апостола Петра, акты апостола Андрея, также получившие распространение с древнейших времен, не позднее третьих веков. Филиппийцам 3.17. Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Перед филиппийцами стоят кавычки, закрыты. Это не мои слова. Впереди ни одного моего слова нет. Дальше. Так, стихотворение. Фундамент это главное у дома. До твердого, до прочного копать. Тогда и пертрубации не сломят. Готовь заранее ломы, и не жалей лопат. Выравнивай по уровню основу, на чем положишь первый ряд с бревно. Вот так же в основании и слова. Так заповедало оно само давно. Строитель мудрый был апостол Павел, и благовестием фундамент заложил. В основе крест, на нем к Христа восславим. Фундаменты такие хороши. Никто иного положить не смог. Не обрекай строителей к крушению. На ветер графики, расчеты, сотни смет. Перекосит весь дом и сломит шеи. На вере во Христа и потрудись. Строй не из дерева, из сена и соломы. Сгорит подобное, останки рухнут вниз. У прямого головы, обрушившись, проломит. В горах обтесывают на постройку камни. В плитирку к одному один годами. И будет храм, жилье стоять на память. Такое в дождь и в бурю не придавит. Из золота построй, из серебра. На драгоценный камень не скупись. Придется постараться и собрать. Голодных накормить и жаждущим дать пить. Душе и телу не давай покоя. Из милостыни жертвенности строить. При поношениях оказаться стойким. Когда еретики, гонители напротив. Тот дом есть церковь каждого из нас. С размахом строить будем или худо. Откроется в огне последний судный час. Осмеяны, прославлены ли будем. О чем вещь идет? Истинная или жития? Истинная или? А потешки открыть не надо сегодня. Миши. Жития? Истинная или? Поезд приходит без 10,9. Теперь опять выходим. Снова контр-лак, контр-л-эс. Матушка уехала, уехала. Практируем. Ну и дальше понятно, что уже. Начинать читать. Так, вопрос. 3256-й, 8-й том, 18-й том открытым оком. В календаре поминаются мученики. Все ли они почитались сразу после смерти? И как началось это почитание? Это вопросы, которые мне задавали в университетах, по радио. Я вел в милиции. То есть регулярно-регулярно. Около 20 лет. И вот эти вопросы задавали с заключенными, там в больницах. Даже трудно сказать, где не говорилось. И вот часть вопросов сохранилась. 4124 вопроса. И вот такой вопрос. Видно, что люди многое уже знают. Ответ. Как только хозяин удалился, Христос вознесся на небо. Так рабы стали думать, как бы захватить виноградник, чтобы самим быть хозяевами в нем. И в этом они весьма преуспели. Многих посланных за плодами убили. И им головы расколотили камнями доводов, что они правы. А потом отреклись и от самого хозяина, и сына его погубили. Тогда и начали поступать не так, как хозяин велел им по Библии, а как додумались церковные вожди. То есть это 1022 главу Матфея толкует так. Мученик. Латинский. Мортир. Это кавычки беру. Дальше моего нету ничего. Древнейший разряд святых, прославляемых церковью, замученическую смерть, принятую ими за веру. Основным значением является свидетель. И в этом значении это слово может относиться к апостолам, как свидетелям жизни и воскресения Христа, получившим благодатный дар исповедовать Божество Христа. Явление Бога Слова во плоти и наступление нового царства, в котором человек усыновляется Богу. Деяние 2.32 Явившись апостолом после воскресения, Христос говорит, «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Деяние 1.8 С распространением гонений на христиан этот дар свидетельства приписывается по преимуществу мученикам, которые в своей добровольной смертью за веру засвидетельствовали силу данной им благодати, превратившей страдания в радость. Тем самым они свидетельствуют о победе Христа над смертью и о своем усыновлении Христу, то есть о реальности Царствия Небесного, достигнутого ими в мученичестве. В этом смысле мученичество есть продолжение апостольского служения в мире – болото. Вместе с тем мученичество – это следование путем Христовым, повторение страстей и искупительность жертвы Христа. Христос выступает как первообраз мученичества, свидетельства собственной кровью. Отвещая Пилату, он говорит, «Я на то и родился, и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». Отсюда и наименование Христа свидетелем-мучеником в апокалипсисе. «От Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных». Откровение 1.5 Два этих аспекта мученичества в полной мере проявляются уже в подвиге первого христианского мученика, первомученика Стефана. Стефан, предстоя осудившему его Синедриону, верховному судилищу иудеев, воздрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесной Бога, и сказал, «Вот я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесной Бога». Деяние 7.55-56 Он таким образом свидетельствует о Царстве Небесном, открывшемся для Него во время и в результате мученичества. Само же мученичество напоминает страсти Христова. Когда Стефана побивали камнями, он воскликнул громким голосом «Господи, не вминим греха сего!» и сказав себе «Почил». Деяние 7.60 Слова прощения реализует тот образец, который дал Христос при распятии и сказал «Отче, прости им, ибо они знают, что делают!» Лука 23.34 Таким образом, в своем мученичестве Стефан следует путем Христа. В ранний период именно мученичество более всего способствует распространению Церкви. И в этом плане оно также выступает как продолжение апостольского служения. Первое распространение Церкви соотнесено с мученичеством святого Стефана. Деяние 8.4 далее. Этим мученичеством было подготовлено и обращение апостола Павла. Деяние 22.20 11 из 12 апостолов, кроме апостола Иоанна Богослова, закончили жизнь мученическим подвигом. И в дальнейшем, вплоть до Миланского эдикта 313 года, мученичество, как сильнейшее свидетельство веры, было одной из основ распространения христианства. По словам Тертулиана, кровь христиан была тем семенем, из которого возрастала вера. Итак, первые мученики появляются еще в апостольский период. Их мученичество было результатом преследований со стороны иудеев, смотревших на христиан, как на опасную секту и обвинявших их в богохульстве. В Новом Завете содержится несколько свидетельств о мучениках, пострадавших от этих гонений. Кроме уже упоминавшегося мученичества святого Стефана, здесь говорится, например, об Антипе, верном свидетеле Божием, умерщленном в пергаме. Откровение 2.13 Римские власти в этот поначальный период христиан не преследуют, не отличая их от иудеев. Иудаизм же был в Риме, дозволенный липтия религией лицита. Так иудеи в нескольких случаях пытались предать апостола Павла на суд римским властям. Однако эти власти отказывались осуждать апостола, поскольку рассматривали выдвигаемое против него обвинение, как религиозные споры внутри иудаизма, в которые они не желали вмешиваться. Деяния 18.12.17, 23 глава 26.29, 26 глава 30.31. Гонение на христиан со стороны римских властей начинается со времени императора Нерона, 54-68 год. Они распадаются на три основных периода. К первому периоду относятся гонения при Нероне в 64 году и гонения при Домициане в 81-96 году. В этот период римская власть еще не рассматривает христианство как особую враждебную ей религию. При Нероне христиан преследуют, возложив на них вину за римский пожар. При Домициане они подвергаются гонениям, как иудеи, не декларирующие своего иудейства и отказывающиеся платить иудейский налог. Распространение христианства в разных слоях римского общества далеко за пределы иудейской общины. Заставляет римские власти осознать, что они имеют дело с особой религией, при чем религии, враждебные как римскому государственному строю, так и традиционным культурным ценностям римского общества. С этого времени начинается преследование христиан как религиозной общины. Точная хронология здесь отсутствует. Важнейшим документом для этого периода гонений является письмо Плиния младшего императору Трояну около 112 года. Плиний спрашивает у Трояна, какой юридической процедуры он должен придерживаться в преследовании христиан. Он задает этот вопрос, поскольку никогда не присутствовал на следствиях о христианах. Из этих слов можно заключить, что преследование христиан как религиозной общины к этому времени уже имело место. Троян в своем ответе говорит о правомерности преследования христиан, причем о правомерности преследования за самое имя, нумен и псум, то есть за одну принадлежность к христианской общине. Поскольку по римским законам христиане в силу своих убеждений совершали два преступления, святотатство, выражавшееся в отказе от принесения жертвы богам, и клятвы их именем, и оскорбление величества. Троян, однако, указывает, что нет необходимости выискивать христиан, они подвергаются суду и казни лишь в том случае, когда кто-то выдвигает против них обвинение. Троян также пишет, что тех, кто отречется, что они христиане, и докажут это на деле, то есть помолиться нашим богам, следует за раскаяние помиловать, хотя бы в прошлом они были под подозрением. На этих порицаниях с теми или иными отклонениями и основывались гонения на христиан во второй период. На этот период приходится мученичество таких почитаемых христианских святых, как святой Павликарп Смирнский, умер около 150-155 года. И святой юстин философ, для понимания почитания святых в Древней Церкви особо следует подчеркнуть принцип добровольности мучений. Третий период начинается с сравнения императора Деки, правления императора Деки, 249-251 годы. И продолжается вплоть до Миланского Эдикта 313 года. В изданном Декием и Декте изменяется юридическая формула преследования христиан. Преследование христиан вменялось в обязанность правительственным чиновникам, то есть становилось не результатом инициативы частного обвинителя, а частью государственной деятельности. Целью гонения была, однако, не столь казнь христиан, сколько принуждений их к отречению. Для этого применялись изощренные пытки, однако выдерживавшие их не всегда подвергались казни, поэтому гонения от данного периода наряду с мучениками дают множество исповедников. Преследований подвергались прежде всего предстоятели церквей. Гонения отнюдь не были постоянными и перемежались с периодами почти полной терпимости. Эдикт императора Галилена, Галиена, 260-268 год. Представлявшие предстоятелем церквей свободно заниматься религиозной деятельностью. Наиболее жестокие гонения приходится на конец царствования Диоклетиана, 284-305 года. И последующие годы, в 303-304 годах, издается ряд эдиктов, лишающих христиан всяких гражданских прав, предписывающих заключать в тюрьму всех представителей Клира и требовать от них отказа от христианства, принесения жертв. Последний эдикт 304 года предписывал всех вообщехристиан повсеместно принуждать принесению жертв, добиваясь этого любыми пытками. Мученищество в эти годы было массовым. Хотя в разных провинциях преследования производились с разной интенсивностью, наиболее жестокими они были на востоке империи. Гонение прекращается после издания в 311 году эдикта, в котором христианство признается дозволенной религией, хотя явным образом и не снимаются ограничения христианского празелитизма. И в полной мере, в полной мере после Миланского эдикта 313 года, провозгласившего полную веротерапимость, история христианского мученичства, естественно, этим не заканчивается. Мученичество, в том числе и массовое, имели место и позднее при императорах Арианах Персидской империи, в различных странах, где христианство отсталкивалось с язычеством, в ходе борьбы ислама с христианством и так далее. Осмысление мученичества, как торжества благодати над смертью, достижение Царства Небесного, путь к которому был открыт смертью и воскрестением Христа, и, соответственно, как предвосхищение всеобщего воскрестения во плоти, отражается в складывающихся культовых формах, прежде всего, в церковном воспоминании мученика и праздновании его памяти, в молитвенном обращении к мученикам, как к друзьям Божьим и заступникам людей перед Богом, в почитании могил мучеников и их останков мощей. По свидетельству мученичества Поликарпа Смирского, мортируем Поликарпией 18, ежегодно, в годовщину смерти, верующие собирались на могиле мученика, служили литургией и раздавали милость унищим. Эти основные элементы и образовали первоначальный культ святых. Ежегодные поминовения мучеников понимались как воспоминания дня их нового рождения. Дейс Наталис, рождение их в вечную жизнь. Эти празднования включали чтение акта мученичества, трапезу поминовения и совершение литургии. В III веке такой порядок был уже всеобщим. Подобные поминовения могли усваивать отдельные элементы соответствующих языческих обрядов. Например, раздача Колева. Над могилами возводились постройки, в которых и рядом с которыми совершалось поминовение, латинские мемория. Одной из моделей для них служили поздние иудаистические поминальные здания на могилах пророков. После прекращения гонений строительство таких зданий получает дальнейшее развитие. На востоке к мавзолею, в котором хранились мощи, часто пристраивалась церковь. На западе мощи обычно хранились под алтарем самой церкви. В результате развития культа мучеников в местах христианских погребений становились центром церковной жизни. Могилы мучеников, почитаемой святыней. Это означало радикальное изменение в позднеантичном мировосприятии, в котором город живых и город мертвых были разделены непроходимой гранью, и только город живых являлся местом социального бытия. Кладбища располагались городской чертой. Этот переворот сознания делался особенно радикальным, когда в города стали переноситься мощи мучеников, вокруг которых группировались и обычные захоронения. Поскольку погребение рядом с мучеником рассматривалось как средство получить его заступничество, развитие культа мучеников побудило церковь в 14-15 веках после прекращения гонений определенным образом регламентировать этот культ. Отдельные его формы, совпадавшие с языческими, стали восприниматься как пережитки язычества и подверглись осуждению. Так Блаженный Августин возражает против устройства поминальных пиршес на могилах. Блаженный Иероним говорит, что подобные эксцессы объясняются «простотой мирян и, конечно же, благочестивых женщин». В этом контексте происходит пересмотр актов мученичества и канонизации мучеников. Празднование памяти мучеников и построение мемориальных церквей над их могилами получает каноническую санкцию. Празднование памяти перерастает из частного обряда, совершаемого над могилой, в общецерковное торжество. Сначала на уровне местной церковной общины, а затем в сеть церкви. Представление о мучениках как заступниках за людей перед Богом, как и постоянно присутствующих членов церковной общины, выразилось и в чине литургии. Мученики с древнейших времен особо упоминаются в ходатайственной молитве интерцессио. Произносимо непосредственно после предложения святых даров. Эпиклесис. И для них отделяется особая частица на проскомедии при приготовлении святых даров. В честь мученика вынимается пятая частица из третьей. Так называемые девятичные просфоры, разделяемые под чином святых. Согласно русскому служебнику, эта частица вынимается в честь и память святого апостола, первомученика и архидиакона Стефана, святых великих мучеников Димитрия, Георгия, Феодора, Тирована, Феодора, Стратилата и всех святых мучеников и мучениц, Феклы, Варвары, Кириакии, Ефимии и Пороскевы, Екатерины и всех святых мучениц. В разных православных традициях набор имен может варьироваться. 1 Петра 2.21 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 4.1.13 И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы выражитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуетесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. В кавычке открыты. 1 Петра 4.1.13 Страста терпец. Наименование христианских мучеников. В принципе, это наименование может прилагаться ко всем мученикам, претерпевшим страдания. Страсть в латинском пассио. Во имя Христова. Преимущественно же это наименование относится тем святым, которые приняли мученическую кончину не от гонителей христианства, но от своих единоверцев, в силу их злобы, коварства, заговора. Соответственно, в данном случае подчеркивается особый характер их подвигов. Беззлобие и непротивление врагам. Так, в частности, нередко именуются святые мученики Борис и Глеб и святой Дмитрий Царевич. 1 Петра 5.10. Стихотворение. Я в одиночной камере застрял. Ни вопли и ни стонов из неволи. Что сделал бы, чтобы сидел не зря и не испакостил свою друд наколкой? Охранник молча в пищу протолкнет. Со скрежетом моя кормушка лязгнет. В сырых углах столетний след тянет. Да тень моя кривляется напрасно. Что в памяти о прежнем сохранилось и тьмой не успело поглотиться. Припомнятся ли бывшие нам крылья? Пронес ли их средь запретных списков? Босые ноги вытоптали тропку. Ерошат руки бороду седую. Сумею ли преобразиться в кротко, пока мой прах споязняк не сдунет? Со мной никто не должен говорить. Таков наказ, определивший участь. Так не содержатся убийцы и воры. Там как-то только верующих приучились мучить. Ко мне никто не смеет подойти. Мне абсолютно точно то известно. Как будто ни насильник, ни бандит. И ни из самых бесноватых бестий. Ни Библию не дали в каземат. Я в ней бы плыл, сражался, побеждал. Приказано бумагу изымать. Стул со столом, закоманный в металл. Стул со столом. Со столом. Осталось только память ворошить. Копать все глубже то, что сохранилось. И в миллионы превращать гроши. Опять же, если будет Божья милость. В молитве слезной, жаркой сохранюсь. Выдлом не стану, ко Христу взывая. Со дня на день лишь крепче наш союз. Он руку вызволит из-под седых завалов. 30-е ночи стоят. Это было близко, пережито все. Ну и о чем здесь говорилось? Мученики. Мученики. Жития мученики. Вот, пиши. Вот, снова смотрим. Еще. Good long. Вот это у нас что тут. Control Ls. Опять заходим. Вставляем. Control Ls. Активируем. На 20-й режим переходим. Пошел. Вопрос 3327. 19-й том от Вертымока. Я читал в житии Иоанна Крестителя, что дочь Иродиады Соломея шла по льду и провалилась, и ей отрезало льдом голову, которую принесли ее матери. Но откуда такой лед в Израиле? Там же жарко всегда. И как узнали такие подробности, чего нет ни в одном Евангелии? Ответ. Благочестивые выдумки монахов и ложь во спасение уже обретают крылышки. Ни откуда это неизвестно, и вы можете тому не верить. Это не символ веры нашей. А вот относительно льда и снега, Библия говорит о том. Значит, и в Израиле не всегда купальный сезон. Слово «снег» холодить на страницах Библии 26 раз. Это уже не случайность. Иов 6.16. Которые черны от льда, и в которых скрывается снег. Иов 38.22. «Входил ли ты в хранилище снега, и видел ли сокровищницы града?» Слово 59. «Окропи меня и сопом, и буду чист, а мой меня и буду белее снега». Еремея 18.14. «Оставляет ли снег ливанские скалы горы, и иссякает ли из других мест текущие холодные воды?» 1 Маковейский 13.22. «И приготовил Трифон всю свою конницу, чтобы идти в ту же ночь, но был очень большой снег, и он не пошел по причине снега, а поднявшись, отправился в Галаады». Серахов 44.19. «Он посылает снег, подобно листящий вниз крылатым, и не спадение его, как опускающаяся саранча». Снег тоже тайна премудрости Божией. Как он образуется? Не от конденсации же, когда на улице под сорок мороза. Следователь сфотографировал тысячи снежинок и не нашел двух одинаковых, когда увеличил эти фотографии. Как все они чудесно синхронны в лучиках, а в одном кубометре снега может быть миллиарды этих снежинок, и мы, а мы и не знаем про их чудесность. Про лег могут говорить часами знающие чудные его свойства. «Все от холода сжимается, только не вода, иначе от замерзшего и опускающегося на дно льда вымерзли бы все водоемы. При замерзании вода превращается в лед, который легче воды и покрывает воду, как покрывало». Серахов 44.22. «Подует северный холодный ветер, и из воды делается лед. Он растилается на всяком местилище вод, и вода облекается как бы в латы. Рассмотри рисунки мороза на стекле. Это же искусство. Иногда град падает такой, что разбивает крыши более полкилограмма. Как такая тяжесть могла держаться в воздухе?» Соломство Рэк 47.6. «Бросает град свой кусками. Перед морозом его кто устоит?» Стихотворение. Во-первых, объявлю вам, друг прелестный, что вот теперь уж более ста лет, как людям образованно известно, что времени с пространством вовсе нет. Что это только призрак субъективный, или попросту сказать один обман. Всего не знать, есть реализм наивный, приличный ныне лишь для обезьян. А если так, то значит и разлука, как временно-пространственный мираж, равна нулю, а с ней тоска и скука, и прочему всему оценка таш. Сказать по правде, от начала века, среди толпы бессмысленной земной, нашлись всего два умных человека, философ Кант да правед дедушка Ной. Тот доказал методой априорной, что, собственно, на всем нам наплевать, а этот, эмпирически бесспорно, напился пьян и завалился спать. Владимир Сергеевич Соловьев. Соловьев, Владимир. Так, о чем здесь говорилось? Так, жития, снег и лед. Вот я сейчас вот это сделаю, но маленечко чуть-чуть изменю по-другому. Тут накопились еще вопросы. Вот. Так, вот это, да? Еще-то там один выскочил. Не по форме. Ну и давай вопрос. Вопрос 3260-й, 18-й, Тома Крутымоком. Кто такие столпники и как их занятие подтверждается Писанием? Ответ. Столпники – это высшее меропротивление прямому повелению Христа идти в мир, внести благовестие миру. Вот ответ какой я даю. Ни один сегодня такой не даст священник. Побоится. Столпники заложили страшную мину под христианскую проповедь. И на этом пришло магометанство. Магомету так и не встретился ни один христианин. Их вылавливали и морили на столпах и в монастырях подвижники в обратную сторону от Христового повеления. Столпник латинский – стилита. Святые преподобные, избравшие для себя особый подвиг – стояние над толпе, как способ удаления от мира и сосредоточения на постоянной молитве. Я брал этого Александра Мения у других, там где только не находил, философов. Дают объяснение словам и словарей. Хотя неопределенные опоминания об отшельнике, избравшем себе данный подвиг, имеются уже в словах Ефрема Сирина, умер в 373 году, эпоха Столпника начинается лишь в V веке, когда к Столпничеству обращается святой Семен Столпник, около 390-459 годов. Сначала подвизался как монах, затем как отшельник с Северной Сирии, а в 423 году взошел на Столп, где проводил время в непрестанной молитве. Столп, однако, поначалу был невысоким, но затем подостраивался, пока не достиг приблизительно 20 метров высоту. Святой Семен пользовался исключительным авторитетом в христианском мире. К нему стекали столпы верующих за советом и наставлением, писали письма императоры. Почитание его как святого распространилось еще при его жизни, особенно в сирийских общинах. В V-X веках пример святого Семена имел многих последователей, в том числе преподобного Даниила V век, преподобного Иоанна и преподобного Семена Столпника младшего VI век, преподобного Алипия VII век и других. Образки с изображением столпников, которые приносили с собой паломники, возвращаясь после посещения этих подвижников, которые, видимо, могли благословлять эти образки, сыграли существенную роль в развитии иконопочитания. Подвиг столпничества был известен и на Руси. На столпе спасались, например, преподобный Никита Столпник Переяславский, или Переславский вообще-то, умер в 1186 году. Преподобный Савва Вишерский, умер в 1461 году. Столпники – это праздно простоявшие на площади, которые так и не были наняты виноградник хозяин. Они трудились на своем воображении, созрецали ветхую и греховную одному природу, так и не почерпнув из животворящего источника благодати и благовестия. Не коснулись благодати призывающей и благодати обращающей. Матфея 27. Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит, идите, и вы виноградник мой, и что сделать будет, получите. Судьи 18.4. Он сказал им, то и то сделал для меня Миха, нанял меня, и я у него священником. То есть, вот я на какие места писания нахожу подтверждение. Жития, столпники. Так, и к этому же добавляем, и мы не уходим отсюда. Вот такое вот. Дальше. Вопрос 1088. Третий том. Открытый МОКом. Сирахова 21.14.15. Не научится тот, кто не способен, но есть способность, умножающая горечь. Что это за способность? Ответ. В мире идет битва умов. Кто кого? Разум человека, данный ему от Творца для спасения, послужил гибели. Способных людей ценят, ищут. Они сидят в отдельных лабораториях, кабинетах, думают, экспериментируют. Изобрели всякого рода оружие массового уничтожения. Один взрыв, и тысячи людей без покаяния отходят в потусторонний мир. Сколько горечи они принесли им, покажет вечность. Сколько горечи оставшимся родственникам, детям, сиротам, коллегам. Эта полынная горечь переполняет душу миллионов людей от того, что есть пособные на зло люди. Римлянам 1.30. Злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретатели на зло, непослушно родителям. Есть люди изобретательные на извращение Слова Божия. Родоначальники секты, ереси. Горечь, доставляемая ими своим последователям и самим себе. Кто измерит? Ульяна Володя учился на одни пятерки, выучился на адвоката, умеющего защищать обижаемых, но стал судью для царя и лучших людей России, беспощадным, сатанински злобным и лживым обвинителем, палащом и деспотом. Его способность была, конечно, ниже, чем у Адольфа Гитлера, но и этот выродок дьявола скольких проглотил в газовых камерах. Горечь породил их изобретателей на зло ум. И сейчас посмотрите, какие умные люди тщательно обдумывают в кабинетах, как не работая заработать. Гусинские, Чубайцы, Березовские, все бесовское жадовье облепило тело России. И куда бы ни пришел нигде русского лица, и это в России. Начните обменивать квартиру, телефон, и вы не будете рады самой жизни. Один день и ночь, они день и ночь измысливают, как запутать и обобрать человека. Слезы горечи и проклятий миллиардно тиражируются в их адрес постоянно. А что делается в милиции, судах, прокуратуре? И самыми сподобсобными считаются те, кто наиболее бессовестен, нагл продажен. Так, ну надо здесь, надо было написать. Наверное, не напишешь, она другую, другую есть. И еще один. Правила апостола Павла, надо прочитать, некоторые не знают. Правила апостола Павла, можно сделать двадцаткой размер. Больше не сделаем до двадцати? Да, можно сделать. Не для себя, а для камеры. Это правильно. Правила апостола Павла, первое. Они были в книге правил, книга правил. И она есть до Иосифовской, еще до Никоновской книги. Я оттуда брал. Первое. Кто впервые приходит к тайне благочестия, тех пусть приводит дьяконы к епископу или присвитерам. И пусть исследует причины, почему пришли они к Слову Господню. А приведшие пусть свидетельствуют о них, точно исследовав касающиеся их. Видите, как умно надо было подходить. Пусть исследуют также и поведение, и жизнь их, и рабы ли они, или свободные. Второе. Если кто будет раб верующего, то пусть спросят Господина его, свидетельствует ли о нем. И если не свидетельствует, то будет отринут, пока явится Господину достойным. А если свидетельствует о нем, то будет принят. То есть, если хозяин правильно говорит, хорошо о нем, то можно принять его в христианство. Третье. Если же он слуга язычника, то доучится благогождать Господину, чтобы не хвалилось Слово Божье. Четвертое. А пять. Если имеет он жену или жена мужа, то доучится довольствоваться самими собою. А если они не брачные, то доучится не любодействовать, но жениться по закону. Пятое. А если Господин его верующий и знающий, что он любодействует, не дает ему жены или жене мужа, то до будет отлучен. Вот так. Шестое. Кто имеет беса, тот благочестие доучится, но в общении да не принимается, доколе очистится. То есть бесноватый. Если же настоит смерть, то будет принят. То есть, внезапно заболел при смерти, тогда можно принять даже бесноватого. Принять, как крещение допустить. Седьмое. Кто содержит блудниц, тот или пусть перестанет сводничать или да будет отринут. То есть, не считается уже верующий и прочее. Что это означает? Ну, какой дом терпимости держит или сам с блудницей живет. Раньше не было венчания. Сказали муж и жена. Нет. Церковь определенный чин венчания. Правда, он пришел после, но необходим. Восьмое. Если приходит блудница, то или пусть перестанет блудодействовать или да будет отринута. То есть, не принимать. Девятое. Вот это Б, на которое назвал, тут один Б, их переполнена церковь сегодня. Гражданский брак. Разные хитрые слова. Если приходит делатель идолов, то или да перестанет делать их или да будет отринут. Десятое. Если приходит кто из актеров, мужчина или женщина, или возница, или мечебоец, или листалищный бегун, или начальник игрищ, или участвующий в олимпийских играх, или игрок на свирели, или игрок на гуслях, или игрок на скрипке, или плясун, или корчевник, то или пусть перестанут заниматься этим или да будут отринуты. То есть, вот эти, которые люди в разных хорах, там где-то пляшут, показывают, неизвестно какой оркестр, там, ну вот все сюда, что входит-то. И никакого отпевания им быть не может. Незапно они погибли или что-то. Какое отношение имеет к церкви? Они отринуты, перестанут. Они не перестали, в этом и погибли. Бывает в машине, в самолете погибнут. Одиннадцатое. Если приходит воин, то пусть учатся не обижать, не клеветать. Но удовольствоваться даваемым жалованием. Если повинуется, да будет принят. А если прикословит, да будет отринут. То есть, до крещения допускать нет. Двенадцатое. Гнусный платоугодник, распутный, любострастный, волшебник, ворожея, гадатель, по звездам, вещун, ядущий магические мяса. Нищий бродяга, шарлатан, делающий привески, окачивающий людей, заговоренной водою, прорицающий по полету птиц, объяснитель знаков, тлакователь по биению сердца, подмещающий при встрече взгляды или походки, гадающий по курам или ласточкам, или голосам, или послушиваниям, да испытывается в течение года. Ибо нельзя скоро отстать от злобы. Кто перестанет заниматься этим, те да будут приняты. А кто не повинуется, те да будут отринуты. Отринуты. Про еретиков тут и не говорится, с ними даже не разговаривают. Они проклятые. Тринадцатое. Раба, наложница какого-нибудь неверующего, совокупляющийся с ним одним, да будет принято. А если она и с другим распутничает, да будет отринута. Вот так. Четырнадцатое. Если верующий имеет наложницу-рабу, то пусть перестанет иметь ее наложницу и женится по закону. Если же свободную, то пусть женится на ней по закону. А если не так, да будет отринут. Пятнадцатое. Кто следует елинским обычаям или жидовским басням, кто-то ли пусть отстанет от всего или да будет отринут. Шестнадцатое. Кто предан бывающему на зрелище неистовству, или ловлям, или скащикам на лошадях, или боям на играх, тот или да отстанет от того, или да будет отринут. Вот так. Семнадцатое. Желающий огласиться, пусть оглашается три года. Но если кто прилежен и имеет благорасположение к делу, да будет принят, ибо ценится не время, но поведение. Это время оглашения. 18. Учитель хотя бы из народа, если он искусен в Слове Божьем и чист по поведению, пусть учит, ибо все будут научены Богом. Хотя бы из народа, то есть не священник, никто должен учить, проповедовать, обещать. 19. Всякий верующий или верующая встал поутру от сна, прежде нежели начнет делать дело, пусть умоется и помолится. 20. А если будет какое-то слово поучение, то слово благочестие, да предпочтет делу. 21. Верующие или верующие, как и в предыдущем постановлении мы посланиях, научили, пусть держат себя к слугам милостиво. 21. То есть как-то должны вести себя начальствующие, подчиненные. Вот это как раз все и указано. 21. Это что у меня тут? Ага, еще немножко. 21. Меня спрашивали, тут оторвалось как-то маленько, а какие поэтов признаю? Дальше. 22. Поэты вроде Набокова, Волошина и других подобных имеников иногда уж вовсе несуразные плели про небо. 23. Извертев свой ум на вымыслах человеческих и на фантазиях, они всегда желали удивить своих читателей необычностью своего видения. 24. Вернее, обычной своей слепотой и пустотой, незнанием Божьего Писания. 25. Это я отвечал студентам про это, ну и взял на всякий случай, чтобы убрать это дальше. 26. Так, и в Божий рай пришедшие с земли устали, в тихом доме прилегли. 27. Летают на качелях Серафимы под яблыми белыми. 28. Скрепят веревки золотые. 29. Серафимы кричат возволнованно, а в доме спят. 29. В большом, совсем обыкновенном доме, где Бог живет, где солнечная лень лежит на всем и пахнет в этом доме, как знаешь ли, на даче первый день. 29. Потом проснутся в радостной эстоме, посмотрят друг на друга, в сад пройдут. 30. Давным-давно знакомый и любимый. 30. О, как воздушные яблони цветут, о, как кричат кача из Серафимы. 30. Вот о чем он плел? На Блоков. 1923. Владимир выпил чего-то. 31. Дальше. 31. Призывая слушать музыку революции, в кавычках, Блок, тем не менее, предвидел удушение российской культуры после того, как свершилось мрачное и ердическое предсказание Пушкина, в кавычках открытых. 31. Кишкой последнего попа, последнего царя Удавиум. 32. Царь, кажется, действительно оказался последним. А вот страдания народа оказались далеко не последними. Кавычки открыты. 33. Но покой и волю тоже отнимают. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю и тайную свободу. Кавычки закрыты. 34. Для Блока, предстоящем торжестве кровавого бескультурья, места не было. 34. С одной стороны, его пытались поставить на службу революции. Читали о гидбригадах, конец 12. Так, в белом венчике из роз, впереди идет матрос. 35. А потом писал, идет Христос. 36. С другой стороны, ему демонстративно не подавали руки за то, что он продался большевикам. 36. Видите, как об этом взял Евгений Евтушенко. Вот посмотрел вчера биографию, конечно, более значимого поэта нет сегодня. Сколько он по сотням странам проехал. 37. Что он писал. И всегда заступался за гонимых. Положительные качества. Хотя, говорит, был ловилась отменной. Живет с четвертой женой. 38. Воложин по-своему толковал конец поэмы так. Большевики ведут Христа на расстрел. 39. Христианского смысла поэмы не уловил никто, потому что формула «кто не с нами, тот против нас» была свойственна не только красным, но и белым. 39. Облог не был ни тем, ни другим. 39. И что интересно, перед смертью он буквально с ума сходил, чтобы ни одного экземпляра этого не осталось. 40. Узнаю, у кого убью, кричал. 40. Воложин Максимилиан. Позиция Воложина тогда была нейтральной, но неравнодушной, ибо он служил и красный, осуждал и красный, и белый террор. 41. Его восприятие революции никогда не скатывалось до злобы, до мелочного нытья и ухода в пессимизм. 41. Когда приходили белые, спасал красных. Когда приходили красные, спасал белых. 41. Поражает рожденная внутри двойного террора его вера, что Россия выйдет из огненной купели, очищенной, обновленной, видя всю нехристианность, всю жестокость русского народа по отношению к себе самому. 42. Воложин нашел в себе христианство, благословить его, а не проклясть. 42. А вот революцию почти в ранней степени принял и проклял. 43. Глаза прикрою и поэта врать, с писателями древними тесняться, сумел всех мысленно и образно собрать, накрыть столы изысканные яства. 44. Тогда и ныне так умело врут, запутанно, туманно, кривобоко, извилисто вычеркивают платья круг, волошины цвета его набоков. 45. Вожди слепые при царях безглазых искали форму, стиль без содержания. Кому и что в нетрезвости приблазнит, такую дичь на соусе и жарит. 46. И лопали при здравественницах веселых, и величали гномов и шутов, грабеж терзал и по городам и селам, пласта летела, не сочтешь и швов. 47. Все так и возится в труклявом забытье. 48. Былым величием давится держава, носа вон шьют уже в подпольном ателье. Корабль православный весь проржавлен. 49. Легко судить, когда ответы знаешь. Цифирь по смерти на старых оберисках. Что и зачем, и как много-много дальше, а те не знали даже то, что близко. 50. А раскулачивание лежовщине из смерша. 51. Плуктиром не прочерчено, еще туман в мозгах. И ратуют за революцию Алеша Пешков. 52. Подвал Лубянки многим путь зигзаг. 53. Расстрелян царь, страну вспихнул в гулаг. Без благовестия сено чужой, как идол. 54. В церковных ценностях разграблен древний клад. По их пророчеству на тройке скачет гибель. 53. Открытым оком взгляд через предвзятость. Даем оценку писанному в прошлом. 54. Где нет Христа, там лишь маразм под старость. И о духовном судят по мирскому пошло. 54. Почти всегда прочитав веселую книгу таких любителей. Вирш, спрашивая себя, для чего же они это писали, для кого? Особенно не люблю стихи Набокова, Волошина, Цветаевой. 54. Сумароков и Бродский не видели своих читателей, а выкобенивались, вычурно лопотали о незнаймом. Чувствовали строку и романах Роман, и старообрядец Гриханов, но без рождения свыше. Все у них стоны и жалостливое нытье. Даже Маяковского при желании поскорее заснуть иногда читаю. Из иностранных считаю, что мне ближе всех на река Ци Григорий. Армения. Вопрос 4069. Какой том неизвестно. Помещая стихи разных поэтов в свои книги, как и кому отдаете предпочтение? Если кто-то другой написал бы столько же книг и поместил такое же огромное количество стихов, то наверняка он бы совсем других поэтов привлек помощь себе, и другие стихи у них взял. Ответ. Совершенно верно. Я стараюсь взять только то, что через что можно было бы человеку дать возможность задуматься, куда он идет. Брал стихи даже таких авторов, которые не были христианами. Авторов. 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 А у христиан и у него православных брал такие стихи, которые несут информацию, которые не всегда слышатся в прозе. Вот что получилось. В книгах открытым оком 1-28 тома исключительно помещено 3269 стихов, включая и мои. Получается, что в каждом томе по 117 стихов. Теперь и посмотрите, кому я отдал предпочтение. Хотя бы вот 67 поэтам. Читаем. Аксенов 5. Аксенов 5. Ахматова 8. Бальман 3. Березов 10. Блок 4. Булин 11. Волошин 3. Высоцкий 20. Вяземский 7. Гамзатов 25. Гиппиус 7. Глинка 8. Горький 7. Греханов 5. Гумилев 7. Дементьев 8. Державин 4. Евтушенко 13. Есенин 10. Жемчужников 18. Жуковский 9. Исаковский 3. КР 8. Кольцов 3. Красненский 4. Крылов 70. Больше всего кому я дал предпочтение? Крылову. Кугультинов 6. Кушнир 25. Лавров 7. Лермонтов 22. Ломоносов 9. Ильдов 6. Майков 16. Мандельштам 11. Мартынов 17. Маршак 10. Матюшин Роман отец 36. Тоже много. Мей 10. Мережковский 17. Михалков 13. Навоков 6. Натсан 40. Некрасов 36. Никитин 32. Огарев. Огарев. Да. Сколько? 2. Ошанин 6. Пастернак 14. Плещеев 8. Полонский 7. Проханов 2. Прутков 6. Пушкин 21. Радищев 3. Случевский 16. Соловьё 25. Сумароков 14. Толстой 17. Тючев 40. Фет 5. Фафанов 5. Фрукч 7. Хомяков 6. Храпов 3. Светаева 4. Чумина 14. Шарапанова 5. Языков 5. Избранные стихи были взяты более чем из 200 поэтов, хотя проработал их намного больше. Я говорю, отвечая на вопрос, кому больше, но тут можно увидеть. 300 поэтов, но я взял небольшие. Есть и такие, у которых не смог взять ни одного куплета. Не смог. Деяние 27. 3. Воспользоваться их усердием. Филимонов 1. Брат, дай мне воспользоваться от тебя, Господи. Успокой мое сердце, Господи. 1 Коринфянам 10.33. Я угождаю всем во всем, ища не в свою пользу, на пользу других, чтобы они спаслись. Всё на этом. Вот такие события дня на сегодня. Богатый материал? Да.